Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристина Рабина. Чем запомнились анапчанам и гостям курорта минувшие 7 дней расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. 23 февраля на главной концертной площади Анапы прошла акция «Мы – наследники города воинской славы», посвященная празднику защитников Отечества. И в Краснодаре с Днем защитника Отечества мужчин поздравили в зале Кубанского казачьего хора. К ветеранам Великой Отечественной войны, военнослужащим Краснодарского гарнизона и представителям Кубанского казачьего войска сквозь время обратились великие полководцы – Александр Невский, Александр Суворов, Георгий Жуков. Напомнили о своих подвигах и славных сражениях. Защитников Отечества, уже выполнивших военный долг и служащих сегодня, поздравили представителей краевой власти. На этой неделе в Анапе продолжили работу по благоустройству курорта. В сквере у здания администрации высадили молодые ели. В планах – высадка деревьев на 24 перекрестках в городе. Эту работу завершат к началу летнего сезона. И на этой неделе работники почистили и покрасили бордюры на улицах Самбурова и Ивана Голубца. Частично заменили бордюрные блоки и разбитую тротуарную плитку. Специалисты жилищного отдела администрации курорта провели выездной прием в станице Анапской и познакомили жителей сельского округа с действующими федеральными, краевыми и муниципальными программами по улучшению жилищных условий. По некоторым из них можно получить социальную выплату, составляющую 70% от стоимости жилья. Такие приемы пройдут во всех сельских округах Анапы. Власти Анапы идут навстречу хозяевам земельных участков. Переоформить целевое назначение земли предлагают владельцы мини-гостиниц и гостиничных комплексов и тем самым исправить недоразумения и нарушения законов. Если выдано разрешение по ТИЖС, ничего кроме индивидуального жилого строения на земле быть не может. Для переоформления документов и разъяснения норм в Витязевском сельском округе по вторникам и четвергам будут вести приемы специалисты из администрации. Об этом сообщила первая вице-мэр Анапы Светлана Яровая на планерном совещании. Во вторник в селе Витязево открыли канал. Ранее хозяева участков закрыли его бетонными блоками. Администрация города обратилась с иском в суд. По решению суда канал обязали открыть. Плиты демонтировали во вторник. Еще семь заявлений по нарушениям правил застройки в городе на рассмотрение в суде. Власти Анапы и новчане ожидают справедливого решения. Виновных в самоуправстве обяжут исправить нарушение. На бульваре Шардане в Витязево уже демонтировали торговые павильоны, вышедшие за рамки законных построек. Четверг, 27 февраля, в СУКО прошли плановые учения. Дежурные бригады, спасательный служб прибыли на место ЧАЭС через полчаса после сигнала. Первыми на место приехали представители казачества и сотрудники пожарной части в СУКО. Через пару минут прозвучал сигнал «Внимание всем!» работала система оповещения. Отряды спасателей «Кубань спас» и муниципальные службы спасения дополнительно оповестили население и отработали условно-эвакуационные мероприятия. Начальник отдела гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков оценил готовность спасателей. Задачи справились в установленное время. В учениях отработали 83 специалиста, задействовали 21 единицу техники. В детской художественной школе открылась персональная выставка работ Тамары Гарбузовой. Это первая за всю историю существования школы выставка представителя наивного искусства. Автор экспозиции на днях вернулась 4-го международного фестиваля наивного искусства и творчества любителей с дипломом. Ее работа вошла в международный каталог. В завершении месячника обороны массовой военно-патриотической работы в спортивном комплексе «Олимп» прошел международный турнир по казачьему рукопашному бою. Организатор соревнований – Анавско-районное казачье общество. Турнир прошел при поддержке Федерации казачьего рукопашного боя «Спас». Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Хозяев земельных участков приглашают переоформить целевое назначение наделов по факту возведенных на них объектов. В администрации города с профессиональными праздниками поздравили экономистов и спасателей. Назван лучший ученик этого года. Масленица с блинами и народными гуляниями «Стар» дали в станице Гостогаевской. Ударники юмористического труда в Анапе открылась выставка карикатуры фестиваля «Смех Анапа». И сейчас обо всем подробнее. Власти Анапы идут навстречу хозяевам земельных участков. Предлагают переоформить целевое назначение земли владельцами гостиниц и коммерческих объектов. И некоторые нарушители прислушиваются. В поселке Витязева много земельных участков, обозначенных в документах, как земля для индивидуального жилищного строительства. А на самом деле располагаются гостиницы и гостевые дома. Только в переулке Благовещенском семь таких участков. Подобная ситуация на проспекте Южном. Вместо частных коттеджей здесь пяти-семиэтажные гостиницы. Некоторые предприниматели, осознав неправомерность и последствия своих ошибок, в срочном порядке начали приводить документы в порядок. Армен Авагимян один из первых стал переоформлять свой участок на проезде Александрийском 15. Мы обратились в администрацию. Там нам объяснили, какие пакеты документов нужны, чтобы перевести. Мы собрали пакеты документов, отдали в администрацию. Прошли публичное слушание. И все положительно решился на наш вопрос. Мы с кожей уже будем иметь свидетельство о переводе на коммерческий вид деятельности земли. Специалисты посчитали, сумма налогов на землю по ДЖС и землю коммерческого назначения отличается в 38 раз. Законопослушные предприниматели понимают, увеличение налоговой базы курорта – это новые детские сады, отремонтированные дороги, коммуникации. Поэтому и занялись документами. Для удобства сельчан с 4 марта по распоряжению первого заместителя мэра Анапы Светланы Яровой в Витязеве начнет работать консультационный пункт по вопросам переоформления участков. На месте можно будет сдать и пакет документов, необходимый для перевода целевого назначения земли. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. В администрации города-курорта чествовали лучших экономистов Анапы. За профессионализм и высокое качество работы профессионалов в сфере бухгалтерского учета и экономического анализа отметили почетные грамоты мэра Анапы. Экономисты о своей профессии говорят. Учиться приходится всю жизнь. Каждый день и каждый новый случай – повод научиться чему-то новому. Заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина поздравила лучших экономистов Анапы по итогам работы в 2013 году. Я вам желаю, чтобы в ваших планов и прогнозах отсутствовал такой показатель, как отрицательный финансовый результат. Только прибыль, только высокая заработная плата, только достойный рост заработной платы. И от имени Сергея Павловича всех сердечно поздравляю с праздником. В Краснодарском крае работают более 200 тысяч экономистов. Почетная грамота главы муниципального образования город-курорт Анапа наградили 13 лучших работников в этой сфере. Яна Дуплякина отметила, чтобы получить звание лучшего, нужно проработать не один год и сделать большой вклад в развитие своих предприятий. По доброй традиции все награжденные сделали общие фото. Алина Гумерова, Станислав Фалько, Анапа-регион. Умные технологии как средства эффективной экономии. На фоне стремительного роста коммунальных тарифов мы узнали, как можно сэкономить на платежах. Ответ подсказали специалисты Центра инженерного оборудования «Энергия». В апреле 2013 года средняя трудовая пенсия в России составляла 10 400 рублей. Это примерно 38% от средней зарплаты. По России. В каждом регионе эти показатели значительно разнятся. Оплата коммунальных платежей тоже разная. В Анапе в среднем каждый месяц около 3,5 тысяч за стандартную хрущевскую двушку. В отопительный сезон. 3,3 тысяч, допустим, отопление тепла. Я могу регулировать свое тепло. Сэкономить на газ, допустим. У нас, да, собственные котелы, мы можем это регулировать. Я живу в другом городе, в Новороссийске. Общая плата составляет, общая за все, почти 6 с небольшим тысячами. Цены на энергию стремительно приближаются к общим мировым нормам. В 2013 году темпы роста тарифов на ЖКХ составили почти 10%, а рост инфляции – 6,5%. Как сэкономить на оплате за энергию и не платить больше? Ответ – на поверхности. Повысить энергоэффективность производства и потребления. В том числе и за счет планомерной замены оборудования на новое, более экономичное. Умные технологии позволяют значительно сократить потребление энергии и эффективно ее использовать. Значительная часть энергии расходуется на содержание инженерных систем, зданий и сооружений. Сократить расход можно при модернизации всей системы электро- и теплоснабжения. Системы отопления, кондиционирования и фильтрации – три основных источника и сферы экономии. Например, установив насосное оборудование, без которого невозможно функционирование инженерных коммуникаций, потребляет до 50% всей электроэнергии. Изменив качество потребления только в этом секторе, можно добиться реальной экономии. Или установив солнечные коллекторы в гостинице. За 10 лет оборудование окупит себя полностью. Вариантов много. Какой подойдет для каждого конкретного случая и здания, подскажут опытные квалифицированные специалисты Центра инженерного оборудования «Энергия». Подберут, доставят и установят оборудование ведущих мировых производителей. И еще одно преимущество для клиентов. Если вдруг техника выйдет из строя, ее быстро восстановят или заменят. Сервисный центр находится в Анапе. Наталья Пухальская, Александр Кореневский. Анапа. Регион. Всегда готовы к любым непредвиденным обстоятельствам. С начала года дежурные едино-диспетчерской службы Анапы приняли 22 тысячи звонков. И в каждом случае спасатели оказали квалифицированную помощь. Лучших представителей профессии честовали в администрации города. 1 марта в Краснодарском крае отмечают День спасателя Кубани. Человек героической профессии. Так говорят о людях, чья служебная деятельность напрямую связана с каждодневным риском. Заместитель мэра Анапа Алексей Харитонов поздравил спасателей. Хочу от имени главы муниципального образования Сергея Павловича Сергеева и по поручению его поздравить всех вас, кто связал жизнь с защитой людей от природных и техногенных бедствий с Днем спасателя Кубани. Желаю здоровья, счастья и удачи в этом благородном деле на служение России. Почетными грамотами и благодарностями главы муниципального образования город-курорт Анапа ценными подарками наградили отличившихся в службе спасателей. Участники встречи вспомнили самые яркие случаи своей практики. Профессия спасателя трудна и опасна, как принято говорить для настоящих мужчин. Неважно, где произошла природная или техногенная катастрофа, или возникла любая другая внештатная ситуация, угрожающая жизни людей. Отряды спасателей немедленно отправляются на помощь. Алина Гумерова, Станислав Фалько, Анапа. Регион. Другим темам. 22-е зимние Олимпийские игры 2014 в Сочи – уже славная история для России. 44 анапских волонтера серебряного возраста побывали на Олимпиаде. Тосовцы микрорайона Южный торжественно встретили своих коллег. Тосовцы Южного округа поздравили олимпийских волонтеров с приездами с Победного Сочи. В дружном кругу серебряные волонтеры поделились впечатлениями от своей работы. Все из них помогали на объектах в прибрежном кластере. Начальник отдела по взаимодействию с АТОС Елена Пархоменко поблагодарила добровольцев. Хочу от имени администрации и от своего личного имени поблагодарить вас за ваш вклад. Вклад в нашу Олимпиаду, события значимые для всей России, поднимающие гордость и престиж нашей страны. Всем волонтерам вручили цветы. Заместитель начальника управления по обеспечению деятельности администрации Ольга Попова работала на объекте «Шайба», где проходили хоккейные матчи. Все сразу «Шайба», «Волны». Мы же волонтеры там работаем со зрителями. И волны мы раскачиваем, и кричим, и танцуем, и разговариваем. И тут же там кто-то что-то развил, кто-то что-то кого-то там потерял. Это все мы не сняли. Пусть разгасили, искали. Екатерина и Виктор Яковенко всегда мечтали попасть на Олимпиаду. И их мечта сбылась. Супруги побывали в Олимпийском Сочи. В моей жизни это самое огромное событие. Все, что я прожила в жизни, это Олимпиада. Мы очень хотели, мы дошли до этого и попали. И побывали на всех Олимпийских объектах. После окончания Олимпиады начинается пара Олимпиада. 20 анапчан-серебряных волонтеров захотели продлить добровольную командировку в Сочи еще и на время этих игр. Было, наверное, самым приятным удивлением, что люди, заразившись всем этим, пожелали еще и дальше. Говорят, если мы нужны, мы останемся. Волонтеры тоже приехали с подарками, со справочником всей Олимпийской команды и флагом России. Теперь они хотят попасть на Олимпийские игры в Бразилии. После ярких рассказов, тосовцы Южного округа решили присоединиться к команде в следующий раз. В завершении все участники встречи сделали фото на память. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. В Анапе прошел традиционный ежегодный конкурс «Ученик года». В 17-й раз учащиеся школы и гимназии Анапы доказывали жюри. Именно они достойны звания лучшего. Кто стал победителем в 2014 году, узнала Алина Гумерова. В финалу конкурса «Ученик года» 2014 предшествовал учебный тур. Ребята проходили специальное тестирование. Школьники должны отлично учиться, участвовать в Олимпиадах и проявлять себя в творчестве и спорте. По результатам теста, те, кто набрал наибольшее количество баллов, допустили к участию в финале городского конкурса. Я не надеялась, что я приду. Вообще никак не надеялась. Просто поехала, просто чтобы пройти тестирование. А потом, в итоге, когда пришла, в школе был такой ажиотаж. Все так радовались. Для меня он не вызвал никаких сложностей, потому что я туда пришла просто проверить свои силы, свои возможности. Я не ставила себе задачи быть лучше всех или максимум баллов набрать. В финальном этапе шести конкурсантам предстояло выполнить четыре задания. В первом – визитная карточка. Учащиеся рассказывали о себе. Кто-то сам, а кому-то помогали друзья-одноклассники. Ирина Путинцева, ученица школы номер четыре, любит химию и мечтает стать фармацевтом. Ученица школы номер семь Анастасия Смирнова любит писать стихи. Единственный участник – мальчик Нвер Петросян, силен в точных науках. Олеся Щелухова, которая представляла пятнадцатую школу, занимается с четвертого класса проектной деятельностью. Светлана Потоцкая из гимназии «Аврора» увлекается журналистикой. Ученица школы номер девять Екатерина Сердюк любит путешествовать. Каждый конкурсант проявил себя с лучшей стороны. Старался убедить жюри в том, что он личность интересная, творческая, оригинальная. Конкурсы, чемпионаты. Приятно, не скрою, призеры попасть. Была я не раз дипломантом, но в премии мэра Анапы особая стать. Награда она всем наградам. «Я и Олимпиада в Сочи» – так называлось второе задание. Для него участники приготовили яркие красочные номера. В третьей номинации школьникам нужно было поразмыслить на тему «Если бы я стал». В последнем задании «Хобби» ребята рассказывали о своих увлечениях. По итогам набранных баллов жюри сообщило имя победителя. Звание ученик года 2014 удостоила Светлана Потоцкая, ученица гимназии «Аврора». Масленичная неделя, пожалуй, самая вкусная в году. В каждом доме обязательно подают к столу блины и празднуют масленицу с размахом. В воскресенье на театральной площади в Анапе пройдет большой праздник, посвященный проводам зимы и масленицы. А в станице Гостогаевской масленицу встретили еще в четверг. Румяные круглые или бантиками разной формы, но одинаково вкусные. Блины – главный символ масленицы и солнца. На масленичной неделе – проводы зимы. Чучело зимы обычно сжигают, чтобы дать дорогу наступающей весне. В Доме культуры станицы Гостогаевской проводили зиму с песнями. Специалисты Центра социального обслуживания «Радуга» организовали праздник и пригласили всех жителей станицы вместе отпраздновать приход весны. За накрытыми столами целые семьи и представители клуба не стареют душой ветераны. С удовольствием подпевали народным песням и отгадывали загадки. Сотрудники Центра «Радуга» рассказали о своей работе и подготовили презентацию с уже проведенных праздников. И поблагодарили главу Гостогаевского сельского округа за помощь и возможность устроить праздник в сельском Доме культуры. Наталья Пухальская, Максим Лагоша, Анапа. Регион. Продолжаем выпуск. Олимпиада прошла, итоги подведены. Настала пора воспоминаний о ней, трагических и комических. С последним отлично справились карикатуристы со всего мира, которые выставили свои работы в рамках традиционного фестиваля «Смех Анапа». Взгляд со стороны на самые грандиозные в истории Олимпийские игры представлены на всеобщее обозрение в археологическом музее Горгипе. Размах фестиваля впечатляет. Для сравнения, в Сочинской Олимпиаде приняли участие 80 стран мира. В фестивале карикатуристов – 40. Во многих работах иностранцев прослеживается одна тема. Интергости так и не поняли, как русские смогли провести зимнюю Олимпиаду в тропиках. На нарисованной лыжне распускаются цветы, а финал прыжка с трамплина – на снойном пляже с ласковым морем. «Прошли эти выставки в этом году, в связи с тем, что такое замечательное событие, как Олимпийские игры, в нескольких городах одновременно. В Москве в Академии художеств состоялась выставка, где получили дипломы Академии художеств, наши художники. Прошла в Екатеринбурге, в Челябинске, потом в Озерске, в Снежинске, в Челябинской области, в Анапе. Впервые в истории карикатуры, чтобы одновременно шла выставка в разных городах, причем такая представительная». Фестиваль родился в Анапе на базе музея Горгипия и за несколько лет стал международным. И только в Анапе выставлены оригиналы, в других городах России на суд зрителей представлены копии. Одна из лучших работ, признанная Академией художеств, симбиоз карикатурного жанра и классики Шагала на олимпийскую тему. Всего было прислано более тысячи работ. Свою работу выставили и сотрудники музея Горгипия. Использовали свои же экспонаты. «Наш музей с удовольствием проводит выставку карикатуры. И на выставке вы увидите такой интересный экспонат. Это наши традиционные амфоры. Но если вы вспомните открытие, пятое нераскрывшееся кольцо. Вот наши амфоры авитой лентой. И одна маленькая амфора, как напоминание о том счастливом, прекрасном моменте открытия Олимпийских игр». В общем, есть на что посмотреть и с чего посмеяться. Тем более, что впереди два выходных. Да и вход на выставку бесплатный. Спешите увидеть. Выставка продлится всего неделю. С 25 февраля по 4 марта. Вадим Родин. Анапа. Регион. В субботу 1 марта в санатории «Делуч» пройдет день открытых дверей. В программе встреча с генеральным директором Верой Стефановной Севрюковой в 10 часов. В 10.30 пройдет презентация лечебно-диагностических отделений санаторного комплекса. С 11 до 2 часов врачи-терапевты и узкие специалисты проведут приемы и консультации бесплатно. На обследование компьютерной томографии и УЗИ 1 марта скидка 50%. Дополнительную информацию узнавайте по телефону 549-96.